В эти выходные на площадке культурно-спортивного комплекса «Молодежный» состоится городской форум «Малый и средний бизнес» Нового Уренгоя. Уже утверждена программа мероприятия, а предприниматели усиленно к нему готовятся. Наша съемочная группа познакомилась с Любовью Линьо. Она помогает пенсионерам оформить государственную пенсию. Подробности в сюжете Инны Халтамовой. В Новом Уренгое Любовь Степановна уже 28 лет. Длительное время работала в отделе кадров, где неоднократно сталкивалась с оформлением пенсии для сотрудников. В 1999 году сама стала пенсионером, но документацией заниматься продолжила. С Москвы очень большой пакет мне пришел восстановить трудовой стаж. Работали в районах Крайнего Севера, в Надыме, в Салихарде работали, на Ямале, имеется в виду в Ханты-Мансийском округе, газовики и нефтяники. У меня это получилось. Я им отправила вновь документы, имеется в виду подтверждающие документы. И когда я поехала в Москву, мне сказали, хватит подпольно сидеть, идите в люди. К совету Любовь Степановна прислушалась и в 2012 году зарегистрировала собственную фирму. Бизнес ведет самостоятельно, не прибегая даже к рекламным услугам. Признается клиентов, и без этого хватает. Горожане друг от друга узнают о том, что в Новом Уренгое есть человек, который поможет собрать нужные бумаги, найти необходимого специалиста и получить свою честно заработанную пенсию. Я обратился сюда, потому что уже года, уже на пенсию пора. Надо уже бегать, оформлять. Несмотря на то, что фирма еще молодая, ее владельцу есть чем поделиться с коллегами на четвертом городском форме малый и средний бизнес Нового Уренгоя. А также выразить свое мнение по поводу современных бизнесменов. Бизнес есть, которые работают и нормально работают бизнесмены. Многих я знаю в городе, есть категория таких бизнесменов. Я их называю бабочками, которые посидели как на цветочке, нектар собрали, и к следующему закрылись и вновь организовались. Их очень тоже много. С такими лень ООО советуют дел не иметь. Ведь они, как правило, работника не оформляют, как того требуют законодательства. А значит, и отчислений в пенсионный фонд не делают. Соответственно, государственные выплаты потом получаются небольшие. Чтобы ничего не омрачало уход на заслуженный отдых, начинающий предприниматель рекомендует тщательно изучать трудовой договор при устройстве на работу. Инна Халтамова, Антон Берестянский, Служба новостей, Импульс.